Романтическая история В рамках отчетного показа состоялась презентация команды Агитбригад. Изюминка была в том, что ребятам предстояло показать профессию параллельных факультетов. Например, сборщику корпусов механических судов выпал шанс ощутить себя продавцом. На сцену поднялись будущие выпускницы, которые презентовали свои дипломные работы. Юные специалисты подбирали под образ модели не только прическу, но и макияж. В этот раз перед зрителями предстали снежная королева, красавица-дюймовочка и девушка-кошка, которая, кстати, стала привычным персонажем в отчетных мероприятиях. Самое сложное – это плетение и ее укрепление, наверное. Завернуть ее так очень сложно и вытянуть. Очень долго делали. Я сидела с 7 утра до часу дня. Вообще, еле высидела, но я довольна результатом. Выпускница Анастасия делала одну из сложных причесок, которая далась достаточно просто. И все же, несмотря на это, девушка осознается, что больше любит делать маникюр. Заплетали как бы два хвоста, делали два валика и укладывали все в букли. Нравится делать прически? Ну, прически да, но больше склоняюсь к маникюру. Как оказалось, училище полно не только молодежи с золотыми руками, которые умеют придумывать и мастерить, но и талантами. Ксения Копорская, с которой Керчь могла познакомиться во время галоконцерта «Кодни города», учится также в ПТУ номер 11. Девушка презентовала свою модель и спела несколько песен в подарок зрителям. Я делала красотку тоже, валик, соответственно, мы здесь накручивали, вот здесь укладывали все, соответственно, шпильком лаком фиксировалось. Прическа довольно-таки сложная, подбирали под образ. Вот такая вот у меня красавица и макияж вот сделали. Пока в актовом зале звучали песни, в холле можно было ознакомиться с работами, выполненными руками студентов. Ребята представили изделия из металла и мастерскую резьбу по дереву. В этом году училище выпустило 150 юных специалистов разных профессий. Самыми востребованными и многочисленными оказались сварщики и судосборщики. Приходите к нам учиться!